Музыка Сегодня начинается мое первое путешествие по Америке, самостоятельное путешествие. Вот сейчас я нахожусь в центре Коламбуса, около Капитолия. Здесь установлен памятник тому человеку, всю честь назван город. Это Христофор Коломб. Сегодня прекрасная солнечная погода. Вот здание Капитолия, центрия и небоскребы вокруг него, они все освещены солнцем. Вот здесь рядышком предположена автобусная станция. Откуда я сейчас пойду, сцеду в автобус, поеду в Киевск. Капитолия, 2.70, 2.76, 3.4 пас. Конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот это уже Питтсбург. Ну иди сюда, ну иди сюда. Ну привет. Вот мы стоим на площадке над Питтсбургом. Река, которая здесь протекает, это, в общем-то, гая с ее рукавами. Да. И вот мы сейчас видим даунтаун. Мосты. Большой промышленный город. Вот это у нас даунтаун. Питтсбурга, вот опять небоскребы тут у нас. Узенькие улочки. Все в цветах, смотри. Да. Вискусы цветут. Да. Так, сейчас мы вам представим панораму пенсильванских красот. Вот мы стоим. Да, вот наша машина. Приехали посмотреть. Вот все в России думают, что Пенсильвания и вообще Америка плоская, как тарелка. На самом деле, конечно, это не так. И даже вот здесь на востоке, смотри, какие замечательные. Вот этот склон сними, там хороший контраст между зеленым, желтым и цветными деревьями. Да, да, вот я его как раз снимаю. Очень красивая такая панорама. Заодно можешь снять шикарную американскую дорогу. С нарисованными яркими колосочками. Вон, ребята, что-то, это трейлеры, по-моему, едут. Этого знаешь, вот снимите, кстати, трейлеры. Многие, очень многие путешествуют на таких трейлерах. Это как бы дом на колесиках. Они ездят от кемпинга до кемпинга. Вон их много. Посмотри, сколько их один за другим едут. А некоторые трейлеры прям как целый автобус, видишь? И сзади машину прицепляют свою, и так они путешествуют. Останавливаются в какой-нибудь кемпинге. Вот еще один. Вот, слушай, целая компания, наверное, целая компания народа. Да вообще такие автобусы довольно дорогие. Останавливаются в кемпинге, живут в этих трейлерах и обозревают красоты природы вокруг. Жгут костры по вечерам. Не знаю, поют ли они песни у костров, но приблизительно что-то в этом роде они делают. И вот эта асфальтовая дорога привела нас к дому моих друзей в Пенсильвании. Видите, он стоит на холме. Очень симпатичный дом. Двухэтажный дом с громадным подвалом. Там все внутри благоустроено. Вот на этом вот это машины, на которых мы сейчас поедем смотреть окрестности. А это лесочек за домом, где ходят олени. А это мы уже внутри дома. Вот это столовая. Кухня. Посудомоечная машина. Все тут оборудовано. На первом этаже, в принципе, нет дверей. Вот сейчас я пройдусь по комнатам первого этажа. Вот это гостиная или living room, где смотрит телевизор. Вот видите, громадный такой проекционный телевизор на метр и полтора. Лена, рассказывай. Вот я прохожусь. Вечером снимем, а днем лучше поедем. Ну сейчас, чтобы было в логическом порядке. Вечером свет включим. Вот это лобби, central lobby. Пойдем лучше рыбок снимем. Это лесенка на второй этаж. Где спальня. Интересно, там спальню нечего снимать. Пойдем лучше рыбок снимем. Ты рыбок снимал? Нет. Это вот видите, мы ходим. Здесь камин. Это действует камин. Это вот один телевизор. Один. Еще один. Так, а где рыбки-то, Лена? Пойдем рыбок снимать, пожалуйста. Ну-ка, пойдем снимать рыбки. А где они? Увидит, увидит. Так, вот на стенах картины здесь. Подожди, вот это из Иркутска, из Байкала. Лена увлекается. Так, а сейчас мы выйдем на террасу. Вот помидорки, смотри. Здесь красненькие. Простые помидорки. Так, идемте. Так, обходим дом. Вот видите, здесь цветы. Так. Сейчас мы их покормим. А это? Вот такой здесь водопадик у них сделан. Вон их полно там. Ну-ка. Теперь хочется на них полюбоваться, сейчас они будут кушать. Ну-ка. Ага. Вот это у них. Вот. Эти рыбки плавают. Как цыплятки. Смотри, сколько много мелочи. И крупные вот эти большие. Угу. склон такой. Ильяна здесь постоянно фотографирует олени, которые целыми группами здесь ходят. Ну вот первая достопримечательность Синсильвании. Это водопад. Ну это не совсем Ниагарский водопад. Я тут уточнил. Вот. Это типичные. А это мы едем по американской деревне. Да. Вот такие домики. Домики стоят. Вот домик обедный достаточно. Угу. Вот. Вот. Цветочки. Магазинчик, наверное, тоже. Вообще, конечно, ощущение все это дежавю. Потому что мы же очень много видели этих американских фильмов. И это вся действительность американская. Они, конечно. Точно. Угу. 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 Вот мы приехали на одну из родменов прицельваний. Вот здесь живет сестра Рея. Вот она там на кольце. И она, вот это ее домик такой, фермы. И вот самое замечательное, что у них в доме живет очень много кошек. Сейчас я покажу. И это далеко не все кошки, а всего их в доме 11 или 12. И они очень красивые. Ха-ха-ха-ха. Клик. А вот это конюшня, где его родственники держат лошадей своих и чужие, в общем так, для развлечений, для пикников. В недавнюю Пенсильванию накрыл большой шторм от отголоски Ивана, затопившего там пол Америки. А это у них такой навес, где устраиваются все пятники. В общем, это такая сельская Америка. Вот дом на той стороне, где живет еще один брат Рея. В общем, тут все родственники рядышком живут. Вот мы покидаем ферму и видим, что даже на указателе это место называется Доблер Лейн. Или вот видите, вот ферма такая. А вот это, вот те самые лошадки, которые здесь живут. Очень мило, живописно, вполне по-сельски. Вот, а на этой фабричке работает, вернее сказать, ею владеет отец. Ага. Да, вот это такая фабрика. Здесь занимаются металлургическими делами, а именно отливают. Вот, видите здесь. О, да, да, сейчас, 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 сейчас. Смейте пару минут. Льется металл. Да, и из этого металла открываются по специальным заказам. Такое литейное производство. Настоящее. А вот, вот это, брат, Ре, который здесь, это все, вот, вот, видите. В общем, это уже трудовая Америка. Ее туристам не показывают. Вот, идет процесс отлипки какой-то детали. И искры. А вот это старший брат Ре. Та, который с бородой. Да, вот он, вдруг, непосредственно руководил этим процессом. В общем, семейный подряд. Ну, вот и заключение сегодняшнего дня мы сделаем панораму Кенсильвании. С этого корочки здесь такое замечательное специальное место. Поверлук называется. И надпись, что вот эта земля, этот пятачок, откуда я снимаю этот пейзаж. Вот, кстати, впереди аэропорт такой, честно. Был пожертвован жителями этого городка. Монтес Вилл. Так, наша вечерняя программа начинается на ярмарке. Вот эти все аттракционы Так, объясни. Вот эти все аттракционы собираются прямо перед ярмаркой, а потом разбираются и увозятся на следующую ярмарку. Понятно. А здесь все крутится, вертится. Люди идут вдоль. Вот эта вся толпа идет на ярмарку, и мы идем туда. Мы идем туда. Ну, вот это атмосфера ярмарки. Посмотрите, какая тут нарост. А рост толпа стоит, кстати, 4 доллара. Это стоит того, действительно, народ веселится. И самое удивительное, никаких спиртных напитков, даже пиво. Даже пиво. Вообще, я в Пенсильвании, это самый запусливый шерп. И вот Ляна меня научила. Обратите внимание, в Америке вы не увидите на улице ни одной женщины в кладке. Или хотя бы в юбке. Да, или в юбке. Только в юбках или в шерпках. Вот можно снимать ни одну кассету и ни одной женщины в кладке или в юбке. Можно лица на час стоять, никого не будет. Вот это удивительно. А это выставка цветов. Целый большущий павильон. Норфиморты из цветов. Они неделю стоят, поэтому цветы не прозоверяют. Да, и вот победитель отмечен такими вымпелами. Видишь, Second Award, это второе место, красный вымпел. Первое место с синим вымпелом. Лена, какой тебе больше нравится? Вот это вот петуния. Вот такая же петуния у меня есть на порче. Ну, Лена, куда мы попали? Это выставка рождественских елок. У них все разных сортов. Вот та крайняя елочка. Это вообще даже не елка, а сосна. Видно по иголочкам, что у нее длинные такие иголки. Это другого типа елка. Но там еще одного типа. Здесь наверняка где-то есть синие елки. Но в темноте мы сейчас их не видим. Давайте сквозь них пройдемся. У них форма такая, у них естественно. А вот это выставка солений, варений, овощей и всяких прочих сельскохозяйственных достижений. И тоже это все делали совершенно обыкновенные люди, которые по клубам интересны. А вот это выспонат совершенно необычный. Да, щепки. Фаервуд, полено. А это вот ряд тыквы-победителей. Вот одна 337 пунктов. Ну, можно почитать, сколько это. 150 с клещем килограмм. Оказывается, еще больше есть. Вот она, победитель-то. 575 фунтов. А вот это всякое шитье и лоскутное одеяло. И вот Лена говорит, что это очень популярный вид рукоделия в мире. Всякая уважающая себя домовая хозяйка норовит обязательно этим заниматься. И она на самом почетном месте, где-нибудь, знаешь, на камине держит что-нибудь лоскутное, сверкнутое. О, Russian Fall Car. Почти на Russian Fall Car. Russian Fall Car. Пойдем посмотрим, что они под этим пунктом. Это русские, так сказать, народные промыслы. Это имеется в виду всякие матрюшки. Ну, в общем, на ярмарке есть все. Очень много посмотреть, конечно, это. Все очень трудно сразу за раз. Ну, последнее, что мы вам покажем, это павильон с животными. Конкретно птицы, всякие курочки. Ой, какой симпатичный-то. Ой, какая прелесть-то паста. Ой, какая прелесть-то у тёстка. Ой, вообще обалденный. Ой, боже, махнаст. Праздник продолжается. Ярмарка. Ярмарка. Веселиться, развлекается. Веселиться, развлекается. Веселиться, развлекается. Субтитры подогнал «Симон»